там не выключили ролик что-то у вас ничего не получается опять вы боком сидите то вам это не видно поверните прямого ну так слушаю не слышно это звук у вас нету звука нет посмотрите где-то что-то что-то плохо совсем вас слышно не слышно вот сейчас слышно давай буду громче говорить хорошо мир с миром принимаем игнатий тихонович один вопрос я там другу дал книжечки из вашего к истинного православия вот ну вот там вы видели уже вот такие вся всячески да да он был на евангелийских чтениях ну после там в классе таком евангельские чтения он раздал людям приход приходу эти книжечки всякие разные и сегодня была служба воскресенье храме и и когда отец ну настоятель начал проповедовать он сказал значит великий пимин великий видя своего брата согрешавшего пимин великий видя своего брата согрешавшего не обличал его а шел о нем плакал и молился и не то что некоторые книжечки какие-то брошюрки раздают вот и у меня не было я был другой церкви это я другу дал он после причастия вышел на улицу и встретился с отцом со батюшкой и он опять ему про пимина великого сказал что кто тебе дал право кого-то обличать но тебе достал эти книжки раздавать я тебя не благословлял раздавать эти книжки где источник то их сделал тут не указано но мы говорим допустим или есть миссионеры гнати тихонович а как его признавайте не признавать ему не призна не признаны может быть но что-то в этом роде но суть не в этом ну и мы и мы вот мы шуму вот говорим грешника должно обличать второе послание к тимофею 316 все писание вдохновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления праведности здесь идет проповедь иоанна златоуста об обличении уже мы с творения иоанна златоуста вот такие мы книги брошюрки раздали я не благословлял вас их раздавать кто вам дал право обличать и вот действительно ли пивен великий виде брата грешника ничему ему не говорил и шел просто молиться он прав так и есть но и и христос то не пимен мы считаем евангелие от матфея 18 глава 15 стих запишите нам пимента не дан спасителя христос спаситель что-то у вас все улетело вы бы не задевали этот аппарата свой он установился сейчас что не слышно все заглохло задел шип его там ничего не слышно голоса нету нету ничего не не слышно а сейчас вы сейчас чуть-чуть а вы зачем ее шибли то она стояла и стояла бы нормально было слышно да я хотел ручку взять и зацепил сейчас слышно вот так слышно но вы как-то запоминать и положили бы ручек у меня ручек 10 лежит столько бумаги вы как ребятишки маленькие ручку хотел взять задел все улетела это неправильно как-то так прям по нарушку у меня сколько тут бумаги посчитай вот глядит куча а сколько ручек лежит вот где здесь лежит штук пять здесь карандашей вот тут самая простенькая я делать должен замечание я значит уже воршливый нехороший понятно лишь ушел а если я говорю по телефону так давай договоримся что у вас на столе всегда будет лежать 5 ручек и пачка бумаги карандаши так пиши матфея 1815 иисус христос его надо было батюшку спросить пимик он выше христа или ниже или на равных попытание видишь ничего не знает он понимает его рукоположили у него власть он не благословляет на проповедь не пойдешь а христос гордите по всему миру господь учит они не надо не христа заменили священники сегодня ведут себя неподобающим образом иисус христос говорит иисус христос если же согрешит против тебя брат твой пойди не не спрячься не говоря пойди и облещи его что сделай облещи его между тобою и им одним если послушай тебя то приобрел ты брат твоего дальше если же не послушать второй этап возьми с собой еще одного или двух добыл сами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово чтобы они не рядом стояли устами они говорили тоже обличили дальше если же не послушать их третий этап скажи церкви церкви то в церкви надо сказать никакого священника спрашивать не надо а если он против он антихрист отойди от него это может быть сатана в рясе стоит если он против христа то идет кто он такой анти анапе моим все а если церкви не послушать четвертый этап да будет он тебе как язычник и мытарь истинно говорю вам что вы свяжете на земле это будет связано на небе и что разрешите на земле то будет разрешено на небе что не не священник разрешает а каждый брат против тебя согрешит и не написано что священник будет козырять благодатью какой то откуда я знаю кто он такой стоит но явно что он вопреки слов христа говорит вот так и левитом девятнадцатая глава семнадцатый стих левит 19 17 не враждуй на брата твоего в сердце твоем обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха ну что непонятно если ты брата не обличил он во грехе ты погиб это очень опасно вот языки или 3 глава восемнадцатый стих давай прочитаем языки или это слово божие так говорит бог живой и он говорит когда я скажу беззаконнику смерти умрешь а ты не будешь разумлять его не будешь что спрятался как пимен и говорит чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник кто-то умрет в беззаконии своем а я взыщу кровь его от рук твоих но если ты вразумлял беззаконника не прятался как пимен вразумлял а он не обратился от беззакония свое от беззаконного пути своего то он умрет беззаконии своем а ты спас душу твою что непонятно то теперь чтобы нам это было понятно еще кто такой перед вами стоит вот мы сейчас и посмотрим послание галатам первая глава 8 9 стих но если бы даже мы павел горд мы все апостолы все апостолы то это не меньше не пимена то или ангел с неба но пимен то не ангел стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам тогда будет аннафима как прежде сказали так и теперь еще говорю бестолковым попам вашим кто благовествует вам не то что вы приняли да будет аннафима у людей ли я ныне ищу благоволение или у бога ты не угождает он попу богу людям ли угождать стараюсь если бы я и ныне поныне угождал людям то не был бы рабом христовым понятно вот и все ваш пап невежда невежда совершенной и к нему обращать зачем до вот это вот книга что мы ее раздали людям но только она начинается а тут сразу говорится значит ну вот это и сравним с тем что творится сегодня неверными и коррестолюбцами в крестильных помещениях за деньги ну да он против этого крещения а потом ему вдруг говорит от моего тут ничего нету здесь библия святые отцы и каноны и он сразу перевел вот на это вот обличение грешника то есть как бы здесь он не стал спорить с этой уже пошел за другую схему братства или говорит я тебя не благословил не он не благословил не благословил а ты ему ответ скажи а мне твое благословение не нужно потому что здесь бог благословил вот я когда поеду куда-то я приду благословиться чтобы у меня дороги машина не опрокинулась а он играет он не знает что такое благословение они одурели от этого благословения его почему феофан затворник говорит вот священник говорит я благословляю а бог говорит я не благословляю и что там будет утверждена на небе ты не благословляешь а бог благословляет что будет утверждена то зачем ты скажи душу свою губишь Отойди, скажи, пока тебя колесица Божия не раздавила Ты делай свое дело Друг Андрей у него попросил прощения Говорит, извините, что я не спросил у вас разрешение раздавать А он говорит, я узнай, я тебе не даю разрешения Не надо к нему ходить больше никогда, делай свое дело Он вышел на тропу войны Господь его сразит Ты делай свое дело Неблагословение еще больше не подходи, не бери у него Он совершенно не знает Писания, страха Божия не имеет И какое там благословение, когда вопреки Библии Они все попы этим играют А вот посмотри, Левиафан, фильм Левиафан Он там благословляет этого, он все делает Почему? Они вместе, он деньги им жертвует Вот и все Вот еще раз, я не хотел бы вам даже ответ давать на это Но вы спрашиваете, скажут опять против попов Так это везде, в Греции, везде это есть, везде У православных Я про католиков уж умолчу Там еще хлещи делают Там заранее грех можно откупить И он, видите, разговаривал с ним в беседе уже на улице Разговаривал об этом том И прихожанка, выходили уже прихожане Закончила служба И одна шла, и за спиной говорит Батюшка, мы вас после этого еще больше любим Ну, типа он, что он сказал, за эти брошюры прямо при всех Так, а вот он больше любит Ты спрашивай, а за что ты его любишь? За то, что он вас не учит Слову Божию? Упадет, слепец, слепого ведет И оба упадут в яму Оба, не один, а оба рухнут Яма – это ад Он приговоренный И поэтому ты знаешь, куда ты вышел Если ты испугался этого Тогда сиди, говорится, запечатай уста свои И тогда на суде Божьем ты узнаешь Ты не зря ко мне вышел Не зря у тебя книги такие Ведь еще, видите, мы же еще раздавали Со всеми этими брошюрками еще и Евангелие этим людям То есть он, получается, говорит И Евангелие, что ли, не раздавайте в храме На Евангелии написано Слово Божие это У вас красные такие, да? Красные, да Там написано по благословению патриарха Кирилла Да, Кирилла Ну, какое благословение, скажи, надо Это издание по благословению патриарха Это не Евангелие Издать, издать Книги, то есть деньги эти употребить в это место и все А не то, что я благословляю То, что там написано Что написано, патриарх, он поэтому судим будет Именно на издание, на издание на само Что книги эти вышли в свет Игнатий Симонович, а скажите вот еще У Бога был, значит, Божий народ избран Израиль изначально Что? Ну, Божий народ Избранный народ это был Израиль Да, так и остался Хорошо, а скажите, а ведь все люди произошли от Бога Ну и были там, ну так как называли, язычники или как? Да, все разные народы вот стоят как по паре от каждого А Бог взял и выдурал оттуда Авраама и Сару И говорит, вы мои избранники Вот смотрите, если всех животных выстроить Это очень большой ряд будет Слон, верблюд, жираф А Господь подошел и говорит, овечку я избираю Одна овца избрана, только одна Птицы разные, разные, разные Там павлины, коршуны, гуси, лебеди А Господь подошел и говорит, голубицы я избираю Голубя Вот, и подошел среди всех народов Он избрал Авраама И говорит, проклят, кто проклинает тебя Будет проклят И благословен, кто благословляет Поэтому еврейский народ никогда не говори худо А только благословляй его, чтобы они познали спасителя Христа Как Мессию и Бога истинного Понятненько Священного Писания и страха Божия совсем не имеют За те слова, которые он сказал вам Благословляю, не благословляю Он должен нести эпитемию Плакать, его надо запретить в служении А то, что он говорил, это надо было записать на видик И показать патриарху Скажи, вот кто В вашей пасте, в ваших войсках Дезертиры Он бросил Слово Божие, он не несет его Это дезертиры духовные И что интересно Видите, у него в одном храме сегодня были как бы эти вот проблемки маленькие А тот, в который храм я зашел и оставил ваши эти книжечки Они лежат на видном месте и бесплатно людям разлился эти брошюрки То есть я даже удивился, зашел в храм и лежит к истинному крещению К церковной дисциплине лежат у батюшки на столе в приходе Вы им не давайте ничего Они погубят Турки только оставил, брошюрки Ну брошюрки можно, а книги не давайте Книг больше нету Книги уже окончаются у меня Поэтому берегите каждый экземпляр Появятся новые люди И только давать на несколько человек, чтобы могли заниматься Чтобы покупали у вас Вот так Игнать Дихонович, еще хочу помнить Про песок этот был у нас разговор Про песок Ну я пошел на следующий день Туда в управление Они мне сказали Не представляют возможности его вам купить Потому что у нас он не отпускается Только для юридических лиц И не было выхода Но одна женщина говорит Пойдемте со мной вниз В профком И положили Они собирают на детский госпис На рождественские праздники И туда положили вот эту сумму, которую я взял Ну как бы решился вопрос Ну все, я и говорил Никому будьте не дожжи ничем Кроме взаимной любви Вы не знали, что это Откуда песок вам привез шофер Вы не знали А вы пошли, нашли организацию Заплатили И вас никто не упрекнет теперь Ну слава, слава Богу Хорошо, чтобы Игнатий Тихонович Посвечались на нашем пути Потому что Мне такое Я вот столько пересматриваю себя со стороны Я так думаю Если бы вы не были Я бы был бы В грехах как жил всю жизнь Так и дальше продолжал Вы никогда Никогда Не доверяйте людям Которые говорят Вопреки Святой Библии Никогда Поэтому Библию нужно знать очень хорошо Пимен сказал Ну Пимен сказал Еще из этого Он сказать, а мог и не сказать Но он сказал неправильно И поэтому Он ответит за это перед Богом Надо все сравнивать Во свете Библии Правильно, неправильно Вот его Пимена подошли и спрашивают А где вы будете? Он говорит Где сатана, там и я буду Ну какой же он верующий-то? Он ответил Где сатана, там и я буду Это человек-то совершенно неверующий Ну какой верующий может? Павел бы сказал Где сатана, там я буду А Павел говорит Желаю разрешить себя тело Быть со Христом Ну разница-то есть с сатаной И с дьяволом Пимен заранее себя определил Что он будет в аду И кого вы слушаете-то? Ты его житье прочитай Он все время говорил Что ум держи в аде Он кроме ада-то ничего и не знал Еще теперь мы на него будем ссылаться Он за себя ответит Ты делай так, чтобы Чаю воскресения мертвых И жизни, не в аду А жизни будущего века Мы поем в церкви-то А Пимен говорит И мучение вечного в аду Ну что тут Кого ты этим привлечешь-то? За нас Христос умер Пролил причистую кровь Наши грехи распяли его И он говорит Верующий в Сына Божий Имеет жизнь вечную И на суд в ад не приходит Но перешел от смерти и из ада В жизнь вечную В рай Пимен-то не так учит И кого слушать? Господь говорит Благословил И говорит Идите по всему миру Иди и никого не слушай Это враги, которые препятствуют Скажу У вас нет права Благословлять или не благословлять Нету Вы превысили свои полномочия Вот вы подойдите и скажите Батюшка Я хочу записаться в отряд космонавтов Устройте меня туда Он скажет Ты сейчас с ума сошел Ну а как же ты разбираешься В этих делах не можешь ничего сделать А как ты в небесном-то разбираешься-то? Ты понимаешь, за что берешься-то? У тебя определенная власть Совершить бракосочетание Разводить У тебя нету никакого правила Ничего нету А они подряд разводят По нескольку раз венчают В одном храме при живых женах Вот и все Ты спроси, сколько раз Пугачева Аллу венчали И ты увидишь тогда, что Что они делают Когда подходили ко Христу Такие люди Он говорит, что говорят Не делайте А по словам их Говорят правильно А сейчас и говорят неправильно Мы ушли далеко от тех Парисеев, которые тогда были Они говорили правильно Но по делам их не поступайте Что говорят, делайте А сегодня по их словам Делать-то нельзя Они невежды Они знают только одно Сзади была бы написана Или впереди Написано по благословению Там епископа вашего По благословению Там патриарха Экземпляров Сто тысяч Миллион Ну еще что-то Он бы даже Он и не считал еще Я тогда все Он отошел бы Руками затрес Потому что Там такая подпись Стоит Он боится-то не Бога А боится Угождает Горбатый Лицемер Лицемерие Проклято Богом Это Лицемерие Вокруг вас У тебя плохой Глазок И плохая Речь Купи хороший Компьютер Настоящий Деньги Есть Купи И попроси Какого-нибудь Программиста Знакомого Чтобы Установили Ну прям Находишься Как будто Мехиной Присыпанный А сейчас Хорошо Ну сейчас Получше Ну Говорит Вообще Туманно Вот я Выставлю Один ролик Там Попов Олег Посмотри Какой у него Ты увидишь Какая Чистота Записи Это Купить Недорого Стоит Попроси Кого-то Сделай Ты Делаешь Не только Для себя Мне Поставили Ролик Он Средний Такой Ну Хорошо Видно Так Еще Вопросы Человеку Говоришь Уже Встречаешься Жизнь Заставляет С ним Треться Он Мата Ругается И Курит И ты Уже Говоришь Говоришь И Уже Последнее Время Не говоришь Это Угрех Нет Ну Матерится И курит Но А что С ним Говорит Отошел После Первого Второго Обличения Отойди От него Беда То Что Их Причищают Вот Где А курят И пьют Это На каждом Шагу Эти люди Может Никакого Отношения К церкви Не имеют А если В церковь Ходит Да Его Оправдают Он Там Святой Теперь Ну А нет Отойди От него Отойди Чтобы не заразиться Ты Везде Поступай Прямо Поистине Прямо Ни перед Кем Не горбаться Вот так А папы Любят Чтобы Перед Ним Только Вот так Стояли Крючком А когда Ты Стал Прямо И пошел По пути Господь Он Ненавидит Тебя Он Не знает Этого Но Когда Их Опять Арестуют В Соловки Пошлют Он Сразу Тихий Сделается А они До своего Достучатся В один день Бог Пережжет Всех Опять В плавильные Печи Бросит Что Они Вытворяют Против Слава Божия Воюют Да Игрались Кабы Монахи Не сидели Проповедовали Мусульмане Были бы Православными Сейчас бы Два миллиарда Было Мусульман Никакого ИГИЛа Не было бы Вот Куда Надо смотреть И царь бы был На троне И коммунисты Не пришли бы Народ то не знал Революция Это дело Не одни Ивреи Китайцы И свои делали Сталин был Семинарист Как оно Еще Окончил Семинарию Ну еще Спрашивать Хорошо Ну Круксёва На сегодня Сделал Хорошую связь Вы С другом Уже Соберем Сделай Хорошую Тогда Приди Больше Со связью Ко мне Не приходи Даже Все С Богом Благодарю Вот так Он хороший Человек Хороший Видишь Как его Видно Он Ревностный Старается Ну вот Вокруг Него Такие Люди Которые Надо Найти Его Как Фамилия Струц Скажется Это Он И Есть Или Получил Белоруссию Так Я Понял Благодарю Благодарю